Сегодня к вам с очередным разбором и сегодня мы поговорим с вами о сне. Есть много глаголов, есть много действий в этом процессе, поэтому давайте будем разбираться. Говорить буду на собственном примере. Сегодня ночью я плохо спала. Для ночного сна мы с вами всегда используем глагол dormire. Глагол dormire – это глагол третьей группы. Обратите внимание, он заканчивается на IR, но это глагол третьей группы. Это исключение из второй. Поэтому мы не спрягаем его по правилам второй группы, мы не говорим «jo dormi», мы говорим «jo dorme», «jo dorme», «to dorme» и так далее. А вот «participation» для прошедшего времени будет именно «dormi». И для того, чтобы сказать «я плохо спала», «je mal dormi», «je mal dormi», «sette nuit», «je mal dormi», «sette nuit» – индикатор времени, выносим наперед, ставим на первое место в предложении и выделяем запятой. «Sette nuit», «je mal dormi», «я хорошо спала», «sette nuit», «je bien dormi». Обратите внимание, «mal» и «bien» – это наречия, которые характеризуют действие, глагол. Глагол в passé-композе – это «avoir» или «être». «Participation» – вот этот хвостик «dormi» – это не глагол, поэтому он никакого отношения не имеет к словам «mal» и «bien». Эти слова мы будем с вами ставить сразу после «avoir». «je bien dormi», «je mal dormi». Если вы, как и я, не спали всю ночь, у меня вообще проблемы со сном, значит, я могу использовать такое французское выражение «passe la nuit blanche», «passe la nuit blanche», «passe la nuit blanche», «провести белую ночь» – это значит не спать, не сомкнуть глаз, то есть у меня была бессонница. И я могу сказать «je passe la nuit blanche», «je mal dormi», «ker je passe la nuit blanche», «ker je passe la nuit blanche». Дальше. Что касается дневного сна. Когда мы говорим про дневной сон, то есть мы спим днем, мы не используем слово «dormir», «dormir» – это ночное действие, это действие для ночного сна. Для дневного сна чаще всего мы используем выражение «fer la siesta», «fer la siesta». Если я днем прилегла отдохнуть, значит, я говорю «je fais ma siesta», «je fais ma siesta», либо в прошедшем «je fais ma siesta», «je fais ma siesta». Когда мы хотим спать, то есть сонливое состояние, вот, допустим, как у меня сейчас, я сейчас реально хочу спать, не говорят французы «je veux dormir», не говорят «je veux dormir». В принципе, вы можете сказать «je veux dormir», и это будет означать, что скорее бы уже пришел вечер, я уже жду вечера, чтобы уже уличиться в кроватку на ночной сон. Вот это будет означать «je veux dormir». Но если я сейчас хочу спать, значит, мы используем выражение «avoir sommeil», «je sommeille», «je sommeille», «я хочу спать», «je sommeille», «je passée la nuit blanche» и «maintenant je sommeille». Просьба многих моих подписчиков, я ввожу такой новый нюанс в мои видео, то есть в конце видео мы будем с вами подводить итоги по всей лексике, которую мы употребили, и я буду для вас делать такие небольшие кадры с этими текстами, чтобы вы могли себе делать скриншоты. «Dormiré», «je splu», «je d'oré», 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 Это у нас состояние человека, состояние человека в большинстве случаев у нас используется «vain parfait». «Имеет бессонницу». «Passe la nuit blanche». «Я не сплю, у меня сейчас бессонница». «Je passe la nuit blanche». «Я провела бессонную ночь». «Je passe la nuit blanche». «Отдыхать, спать днём». «Faire la sieste». «Я отдыхаю, я сплю днём». «Je fais ma sieste». «Я спала». «Je fais ma sieste». «Je fais ma sieste» зависит от того, какое время вы используете, то есть от контекста. То есть разбор полезен. С вас, естественно, лайки в качестве спасибо, ну, комментарии, если хотите. И увидимся в следующих разборах. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok